Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман и еще на втором канале, я думаю, этого человека вы знаете. И так случилось, что мы сейчас находимся в Панаме. Да, наконец-то мы встретились, у нас получилось это все же сделать. У нас были, скажем, в интернете определенные разногласия не между друг другом. Об этом надо рассказать, потому что люди знают, что у нас там был условный конфликт, но это даже не конфликт. У меня были основные претензии в том, что от Макса приходили люди и писали, типа, подпишись на канал Макса, подпишись на канал Макса. Конечно же, я это воспринимаю исключительно как рекламу, я считаю, это некрасиво, в моем понимании. Хочешь рекламу, напиши мне лично, мы с тобой договоримся и как-то сделаем. Ну, это, я не знаю, все ситуации, я только вижу уже свою сторону, а тут у тебя есть какая-то своя версия. Да, 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 у меня была версия другая немножко, ну, в принципе, в этом же тоже ключе. Получается, что были люди, хейтеры, пока я не зарегистрировался еще, не получил как товарную, скажем, марку, когда ты набираешь 100 тысяч подписчиков. Вот эту вот галочку такую серию. Да, да, что уже твое имя не могут использовать никто, потому что, если маленький канал, ты можешь зарегистрироваться под этим же именем и пытаться хейтить других людей. Серьезно, да? Я не знал об этом. Ну, там, например, пишут не с маленькой буквы, либо вместе там слово, там, как-нибудь, знаешь, такое, то есть оно вроде бы визуально, если ты не контролишь этот момент, делаешь и все. И люди у меня, многие начали писать там всякую фигню, да, ты там, типа, мудак, да, там еще, ну, то есть другие. Не, ну, таких много, такие все пишут. Горите в аду, дворе. Хейтеры эти. Хейтеры. Это в этом случае очень классный, мне помню, попался мультик «Ральф 2», когда он там покорял интернет, и там, когда он стал такой, типа, знаменитый, там, пытался все набрать денег, и он зашел в кабинет, комментарии, типа, и там тоже чувиха говорит ему, не читай никогда комментарии. То есть, черная сторона Ютуба, потому что каждый человек, или там в «Саус Парке» такая же тоже была тема, когда чувак там вечером за бокалом, минутом хистил всех людей, кого мог, там, обсирал просто. Ну, люди любят такое, и кто-то, наверное, таким образом самореализовывается, наверное, потому что есть… Конечно, это самореализация вопроса, это, мне кажется, человек, у которого все хорошо в жизни, которому есть что конструктивно сказать, там, будет писать какие-то комментарии, мне вообще по барабану, я никому ничего не пишу. То есть, если задают вопросы, конечно, отвечаю, но это же совсем другое, то есть, одно дело вести диалог, а другое дело, там, какие-то лучи по носу метать, ну, кому что нравится. Это точно. Ну, в общем, мы, главное, встретились, получилось у нас бесконфликта, мы познакомились, кстати… По ножовщину мы прошли этот этап мягко. Слушай, может, надо было хайпануть по этому поводу, там, типа, чтобы я кричал, вызывайте на бой, давай, давай, бросить эту перчатку, которую Рыкура сделает. Да, 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 на дуэль. И вызвать на дуэль. Кстати, я хотел сказать интересный факт такой, я заинтересовался яхтингом здесь, в Панаме, Порта Белла, мы как раз, я ехал на большое путешествие на Южную Америку на мотоцикле с Майами, и надо было передвигаться. И здесь я узнал, что, оказывается, яхтинг, на самом деле, достаточно доступная тема. Мы, кстати, с тобой сегодня уже обсуждали насчет катамарана, который подешевле, и ты сказал сразу, лучше не стоит брать. Мы о этих темах еще поговорим чуть попозже, это будет, наверное, один из таких важных вопросов для ново входящих людей в эту стезю. И я нашел лодку, полузатопленную, правда, пресной водой, ну, дождями, то есть, люди забросили ее, она встала на дуэль. Ну, там, где-то, ну, через люки там натекло. Ну, да, 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 как обычно происходит, но все же, то есть, пресная вода, не соленая, это не так, по крайней мере, сильно печально. Ну, это шансы починить. Да, 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 уже есть. И чувак говорит, типа, за 4 тысячи, а у меня как раз на тот момент было 5 тысяч вообще на мое путешествие, я такой думаю, блин, ну, 4 тысячи, лодку, я могу купить лодку. А я когда-то засматривался, у меня вообще, кстати, отец профессиональный капитан. Это доступное. Ну, доступное жилье появилось у нас, да. И, в общем, я так загорелся этой системой и начал, ну, анализировать, начал читать какие-то лекции там, и, естественно, попал на твой канал. И я давно смотрю, то есть, свои переходы все, когда ты еще и с дочкой ходил, ну, то есть, вот переходы индийские, то есть, все эти, все моменты, я это все пересматриваю, как ты познакомился со своей супругой, то есть, и вот я тебя смотрел, Купидеса, Морозова, там, ну, буквально, вот, несколько, там, каналов таких, так что я, вот, давний, скажем, пописал. Слушай, я знаю, что ты как-то с Морозовым даже общий язык нашел. Да, да. Как у тебя это получилось? Ну, нормально, мы как-то с ним, я, списались, и мы делали с ним даже какие-то трансляции, общались, да, такая тема интересная. Ну, просто в меня это, вообще, это, это... Не получилось, да? Это не то, что не получилось, это вообще просто, даже знать не хочу о существовании. Ну, видишь, то есть, каждому как-то, то есть, найти контакт, не знаю, у меня как-то мы сразу вышли, я у него задал пару вопросов, наверное, как мы даже, знаешь, у меня был такой момент, я написал ему, говорю, что следующее свое кругосветное путешествие или путешествие я хочу начать на лодке, но я ничего не разбираюсь, но хочу пойти в кругосветку. Он говорит, ну, типа, тебе дорога, там, знаешь, на дно. Да, да, вот таким сразу, как бы, обрезанно сказал, что, типа, не ездить, ничего не делать. Ну, ты же конструктивно, ты же помогла тебе. В итоге все же я купил лодку. Кстати, купил я лодку, вот из минусов моих, я купил ее без обучения. И я, кстати, всем рекомендую все же начать, в первую очередь, попробовать прочувствовать. У меня не было опыта, я перешел 7 дней вот до Колумбии, и то с остановками на Сан-Васах долго стояли, то есть, без парусов, потому что был штиль. И в итоге я не прочувствовал всех нюансов, то есть, не было плохой погоды, была только хорошая погода. Ну, это же стандартно, здесь же нету, в Дарьяне дороги заканчиваются, и все. А если тебе нужно в Колумбию попасть, если ты с севера Америки едешь в юг, то Дарьян, стоп, на лодке в Колумбию, скорее всего, в Картагену ты, наверное, пришел. Да, 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 в Картагену, да, мы пришли. И дальше уже, там, люди едут дальше до Ушваи, ну, или там, куда доезжают, кому как, куда нужно. Ну, как раз я доехал до Ушваи. Так что, да, вот такая тема интересная, что здесь Панама, такое место силы, в общем. Здесь получилось и познакомиться, и вообще, я познакомился с твоим каналом. Слушай, если долго стоять, рано или поздно все к тебе, там, мили-мимо проедут, или заедут в гости. Да, да, да. Я уже не могу здесь стоять, неужели, вот это вот так. Расскажи ситуацию, почему ты здесь стоишь, чтобы, потому что мои подписчики не знают. Смотри, на самом деле, мы сюда зашли, когда начался вот этот полный локдаун с ковидом, и нас продержали два месяца. Мы стояли вообще на якоре без возможности выхода на Ямайку. И после этого мы пришли сюда, и здесь такой там условный парадайз, потому что здесь хотя и был локдаун, но он такой, ты в локдаун тут никому нельзя двигаться, всем сидеть на лодках, там все дела. А ты такой на тузике едешь, где подъезжает аэра Наваль, это такие, как Костгар, они такие, типа, что, зачем ты сюда поехал? Быстро домой, быстро обратно. Я такой, дай-ка мне рыба надо, я же это, закончилась еда. Они такие, а где твоя удочка, я им подводное ружье. Вот, они такие, а ну едь. Нормально, так можно. Так можно, да, да. Так смешно было, смешно было другое. Когда мы сюда заехали, здесь мы еще не прошли, ну тут карантин был двухнедельный, и нам говорят, типа, ну там в бар можете, конечно, ходить. Я говорю, ну а если нам продукты нужны, ну так в Портабелло съездите. Я такой, так как бы мы же на карантине, они такие, ну вы же как-то есть должны, вы же не можете не есть две недели. Я говорю, ну да, они такие, ну так едьте, вас остановят, скажете, да, мы еще на карантине, но мы едем в Портабелло. Я такой, прекрасная страна. Но после этого, когда начало все приоткрываться, у нас мы начали ремонтировать наш селдрайв. И вот на данный этап у нас с селдрайвом проблемы, вся электроника уехала в Соединенные Штаты на ревизию, может я буду его менять на механический. И мы вот уже, во всяком случае, поднялись, поэтому уже какие-то шаги сделаны, то есть проблема в том, что селдрайва нигде нет. То есть нету его ни в Соединенных Штатах, там ни там, ни там. Ну мы сейчас будем придумывать, как вот из говна слепить конфетку и сделать так, чтобы мы хотя бы смогли двигаться. Потому что, что сейчас мы можем сделать? Мы можем пойти в Коста-Рику, но на Атлантической стороне Коста-Рика это полный отстой, этот лимон жуткий. Ну да, да, да. Хотя там дальше отели какие-то есть, но это все не яхтенное, просто некуда. То есть если идти в Коста-Рику, это только по Пасифику. Перейти канал, конечно же, можно. Ну это опять же денег. Ну деньги, да, да. Сколько там, 2 рубля примерно это займет, да? 2 тысячи долларов. Душку, да, от 2 до 3 оно где-то будет заходить, в зависимости от того, какой агент, какой что. И мы хотим здесь сходить еще на Сан-Блаз и сходить в Колумбию. Потому что, ну, мне интересно. А Колумбия виза сейчас себе не надо? Нет, не надо. Потому что я помню, что было какое-то время, вот белорусам надо. Однозначно мы транзитно было узнавали, нет, а так нужно. Еще хорошо, украинцам сейчас же открыли французские заморские территории. И если, скажем, на Антильские острова можно было и так прийти. То есть ты просто заходишь, и там делают кривлюст, и ты можешь находиться там. То есть, ну, и улететь можешь, но прилететь не можешь. А сейчас сделали так, что можно там летать, но на Таити, в этой территории. А вы бывали на Таити? Да. Там другая была история, и туда нужны были визы. Но сейчас отменили, и вот у нас один экипаж, я думаю, где-то, вот уже где-то сейчас, переходят канал, и они идут прямым ходом туда, расскажут, во всяком случае. Потому что они уже получили все подтверждения. Это тоже с украинскими паспортами, ребята. Ну, это классно, да. Расскажи нюанс касательно Карибского бассейна, вот как раз-таки, Центральной Америки. Я так понимаю, что здесь, на самом деле, нормального яхтинга толком и нет. Только Панама, вот здесь припарковаться, да? Опять же, вот ты сказал, что Коста-Рика не очень. Я так понимаю, что Никарага. Ну, по Атлантической части. Ну, нет, именно Карибский бассейн. Я слышал, что Никарагуа сейчас более-менее нормальная. Но Никарагуа вообще считается здесь, в Центральной Америке, это такая Швейцария. Туда много обвалили денег, сделали очень классные дороги. Но чем отличается Тихоокеанская от Атлантической? Тем, что на Атлантическую сторону, там, лет пять назад проложили отличные магистрали. А до этого это были полностью отрезанные, то есть там самолетом только летали, и они не развивались. Поэтому это такое, сейчас оно такое, чуть-чуть еще недоразвитое, по сравнению с Тихоокеанской стороной. Но туда уже можно начинать приходить, ну, собственно, все. То есть туда дальше, там всякие Рио-Дульсы. Ну, мы туда не можем зайти никак, потому что ни по осадке, ни по чему. Ну, в Колумбию здесь люди из Панамы делают виза-раны, и они ходят. Колумбия-Панама, Панама-Колумбия. Здесь ты отсюда выходишь вечером в Сан-Бласе, так идешь-идешь, а потом одни сутки, и ты в Картагене. Отлично. То есть супер маршруты, интересно, и, ну, и как бы там вообще дешевле значительно, чем в Панаме. И много что даже лучше. И вот люди, которые ездят, говорят, люди им нравятся больше. Ну вот, то есть что такое виза-ран? То есть у тебя есть определенное количество месяцев, которые ты можешь находиться в определенной стране. И ты должен выехать в другую страну и заехать обратно, и опять можешь находиться тоже какое-то количество. То есть вроде как Панама 90 дней. Правильно? Было вообще сложно это раньше. Смотри, здесь есть момент. В Панаме вообще сейчас они ввели 90-дневный коридор. Но европейцы, когда приезжают сюда, им также ставят 90 дней. Но если панамцы приезжают в Европу, у них 180 дней. И европейцы звонили в консульство и говорят, типа, что за фигня? Ну, у нас так у вас так. И консульство перезванивали, они говорили, а не, нормально, 180, не проблема. То есть такое, и здесь, знаешь, как это, на дурачка. Если согласен с их правилами, то 90, если не согласен, то 180. Нормально. Давайте спорить, сколько это стоит. 100 баксов. Нет, моя цена, мои условия. Ну, кстати, как здесь вот с торговлей и как здесь вообще с парковкой достаточно высокие цены, конкурентные цены. То есть я так понимаю, что Колумбия как-то уже озвучила, она дешевле. Смотри, Колумбия дешевле по ремонту, по питанию, по продуктам, по всему. Все-таки Панама здесь более дорогая, за счет канала они тут, конечно, с гринго пытаются выжить максимум, который можно. Иногда цены вообще совершенно неадекватные. Мне посчитали здесь бимини с Пройхуду, у нас порвался. Я говорю, посчитайте. Он такой, ну, 300 долларов в день, 5 дней, полторы только за работу. Я говорю, чувак, ты где живешь вообще? Ты решил за сумму, которую ты мне выставил, тут всю деревню кормить год или что? Ну да, учитывая их уровень жизни, вообще не понимаешь. То есть там проехать на лодке до следующего острова 30-40 долларов. Если посчитать, сколько ты должен был зарабатывать бы за месяц, все должны же ходить вообще, ну, там, от иголочки прямо лодки офигенные. То есть непонятный уровень жизни, реально. Ну, здесь люди зарабатывают, ну, я думаю, что самая дешевая зарплата, ну, самая маленькая, где-то в районе 500 долларов. То есть обычно маленькая, это 800 долларов. Но при этом ты заходишь в супермаркет, там, на 50 долларов, это будет маленький. Да, херня, а в том, ты делаешь. Дорого. Но я думаю, что местные питаются чуть по-другому, у них другой этот продуктовый набор, и его можно здесь, ну, там, напрямую, там, к фермерам поехать, там, корову пить, там, ее там, вечером разделать, знаешь, там, себе. Ну, как-то вот такое. Не для еды, а для удовольствия. Ну, да, да, да. Не, ну, реально очень дорого. То есть если брать Панаму, Доминикану, ценник такой, что, кажется, сколько он должен зарабатывать. Не, ну, Доминикана другое, даже туристическая больше страна. Все-таки Панама, это не всем туристическая. Кто ездит в Панаму на отдых? Не, я думаю, наверное, такие, да. Только если там канал пройти случайно. Это уже прямо такая, либо экзотика, когда ты уже ни разу не посещал. Это уже там, это, я уже коста-рика лот, где уже не могу это терпеть, знаешь, уже все, хочу что-то другое. Устал. Хочу в Панаму. А как ты относишься к Гондурасу? Тоже же говорят острова? Я не был никогда. Я знаю, что Гондурас, который здесь, на Атлантической стороне, он опасный. Там есть вот эти вот мели, которые ближе к Ямайке. И там очень много рыбаков, которые промышляют пиратством. Поэтому, если есть возможность туда не ходить, туда лучше не ходить. Ну, это как и Гаити, в принципе, там тоже говорят, что... Нет, Гаити все-таки... Нет, Гаити там просто бедное население, там, и они уже там от безысходности. А там именно, они там рыбу половили и заодно подзаработали, знаешь. Поэтому оттуда лучше идти в сторону Ямайки. И потом где-то там миль 200 от берега, потому что там вот эти вот острова, вот такие мели, их, ну, где-то, не знаю, миль, наверное, на 100, там, 20 точно они уходят. То есть нужно с таким кружочком сделать, ближе к Ямайке и внизу идти на Панаму. То есть так оно безопасно. Как вообще в плане безопасности? Я смотрел видео у тебя в Доминикане, а в Бакрале. И там неплохо на 4 тысячи, как раз, у Пирони, да, пятерку. Пятерку забрали. Но это не только у меня, это, ну, в принципе, со всей лодки. То есть нас там уже было много. Понабрали, то есть всего этого. То есть как вообще где-то были такие случаи? Насколько Панама тоже безопасно? Ну, смотри так. То есть раньше в Панаме были моменты, но сейчас Аэронаваль взялись за это очень серьезно. Ага. И этого больше нету. То есть может быть, если ты где-нибудь там станешь в каком-то неудачном месте, то могут быть какие-то вопросы, я думаю. Потому что, в принципе, вся Центральная Америка, она опасная. То есть, выходя в город, шансы забеременеть и умереть примерно 50 на 50. Это точно. Но, в принципе, если ты в каких-то туристических местах, типа там, ну, вот как здесь, там на якоре стоишь, то, конечно, ничего с тобой не будет. И, ну, вот, допустим, даже здесь в Марине, там, на якоре, никто лодки не закрывает. Ну, вообще. И в большинстве стран, где мы были, лодки никто не закрывает. Знаешь, что такое? А вдруг ты кому-то нужен там какой-нибудь ключ на 21? Ну, зайди, возьми там. Ну, да-да-да. Все, это нормально. Яхтинное такое братство, скажем, какое-то присутствует. Да, но даже если этого нету, даже если ты один, то, скорее всего, к тебе никто не полезет. Ну, я даже не знаю ситуации, в которых бы полезли. Тузик ночью украсть могут, если ты его там забыл поднять. Даже у них есть, это у французских Атромеров эти шутки. Как же он там? Анекс Сюрле, Анекс Кодо. Это типа тузик на воде, тузик подарок. Но это больше в основном, наверное, за мотора, да? Конечно, за мотора, скорее всего. Тузик сам никому не нужен, его снимут и выкинут. Да, если мало сильный мотор, то, в принципе, он тоже сильно не будет все же, как море. Да, я думаю, десятки, пятнашки, вот их имеет смысл прятать. Ну, да-да-да. Ну, или поднимать на ночь тузики, это прямо лучше. Сергей, вроде бы ты как устроил какой-то онлайн-курс обучения, да? Расскажи про это, потому что такое, ну, во-первых, большинство людей хотят постигнуть яхтинг, но не знают как, да? И второй момент, у тебя как бы такая, скажем, по крайней мере, я первый раз с таком столкнулся, то есть ты предлагаешь онлайн-курсы. Ну, смотри, это же онлайн-курс теории, это же не онлайн-курс, там, практики. То есть для чего это нужно? Когда человек приезжает на лодку, ему нужно давать практические знания. Если он не знает, где там красная лампочка, где зеленая, ты начинаешь объяснять, а другие знают. И ты просто тратишь чужое время на вот эти объяснения. Когда все приезжают на одном уровне плюс-минус, то тогда ты уже можешь эффективно что-то делать. А курс я начал, потому что я здесь застрял, то есть у меня все равно стою, какая разница. И это у меня в голове давно было, я думаю, ну, надо это сделать. И вот мы его год делали, то есть ровно год. И там, получается, как бы с видео, я, честно, не заходил ни на сайт, ни на сайте. Там есть пробный курс, можно зайти посмотреть, видеообъяснение, потом идут тесты и там разные разделы. Там я все показываю, как это работает, теории на практике, как это физически, как выглядит, как это лодки, где оно находится. То есть я туда очень много времени потратил. Полезная информация. Но вообще как, это шаг к тому, чтобы сделать свою школу? Так у меня школа же есть, у меня уже давно. А где ты как учишь? То есть на своей же лодке, получается? Ко мне приезжают, да. Ну, мы же лицензированные, я же яхтмастер-инструктор. А, даже он. Да, и мы можем выдавать лицензии яхтмастера, даже без привлечения аккредитатора с главного офиса. Потому что обычно нужно, чтобы он приезжал, а так это я могу делать. Потому что, ну, как бы уровень позволяет, к нам приезжал аккредитатор, мы сделали полную аккредитацию школы. Ну, просто мы это не анонсировали никаким образом, потому что, ну, как бы, мне приезжать, я не могу сделать больше. Знаешь, чем, ну, это была проба. Но сейчас у нас есть филиал в Греции, мы сейчас развиваем другие страны, поэтому, я думаю, скоро будет это все так достаточно много где-то. Может, ты чартерную уже делаешь компанию? Может быть, пока. Ну, мне нужно где-то, знаешь, вот чуть-чуть приостановиться и уже начать работать. Потому что совмещать и это, и то, это невозможно. Тебе нужно сделать нормальный менеджмент процессов. Если ты стоишь, как бы, и меняешь локацию, то у тебя интернет есть, ну, что это за работа? Ты не можешь, если не можешь обеспечить сервис, это не работа, это говно. Это точно. Скажи вообще, вот, как многие люди думают и рассматривают лодку, как вариант заработка. Стоит ли в эту тему влазить или нет? Смотри, у меня есть сейчас ролик, который я готовлю, именно как зарабатывать на лодке. Есть несколько вариантов, ну, вообще как. То есть, варианты просто взять лодку и катать туристов, я считаю, что это не вариант. То есть, это не заработок. Лодка будет сильнее изнашиваться, и этих денег не будет хватать даже для покрытия того, что ты будешь получать вот износа лодки. А если брать как вот инвестицию, знаешь, вот как типа инвестиция там в недвижимость. Такие варианты есть, и есть компании, которые с удовольствием возьмут эти лодки себе на обслуживание. И, ну, про это я расскажу, потому что мы возьмем там интервью с ребятами, которые этим занимают. Это получается чартерную компанию, ты ее сдаешь, эту лодку как-то, да? Есть, и я об этом расскажу, но надо просто сесть и сделать. Так что, имейте в виду. Момент еще, большинство людей хотят, конечно, попасть в яхтинг, мечтая о возможности много путешествовать, возможности, наверное, такой определенной свободы. Но, естественно, денег не хватает. Что ты вот можешь порекомендовать тем людям, у которых вот, скажем, ну, бюджет вот десятка. Вот, ну, хочет он вот все равно это. Я считаю, что нужно идти и заработать еще. То есть, я считаю, что... Какой минимум вот? Есть ли такое? Я думаю, что где-то, ну, я не знаю, если лодка... Ну, в общем, смотри, я считаю, что лодка там старше 10 лет, я бы ее уже не брал. Ну, потому что это слишком много с ней мороки. Исключение может быть, если за ней там хорошо следили, если ее там в это время там постоянно... То это будет заметно сразу по износу. И это будет просто дорого. То есть, ты покупаешь лодку, допустим, там за 50 тысяч, и ты в нее еще вложишь там 40 лет. Если ты за 90 возьмешь, то будет и свежее, и лучше, и новее, и в нее уже вкладывать нужно будет сильно меньше. То есть, ты за эту же финальную стоимость получишь лучший объект. Но все равно в каждую лодку все равно придется какую-то сумму вложить, правильно? Да, но одно дело поменять мотор, а другое дело поменять фильтры на моторе. Знаешь, тут есть разница большая. Совершенно верно. Поэтому надо выбирать с умом, да? Конечно, и нужно в лодок делать обязательно сервей, потому что их иногда там ударили, или она там притонула, ее там залепили. И если ты не понимаешь, ты потом такого кота в мешке купишь, и потом будешь не знать, что сделать, потому что потом люди, которые будут покупать, они закажут сервей. И все, ааа, чувак, нет, спасибо. Давай достань. Давай сам. Без меня. Щепетильный вопрос. Монохул или катамаран? Все зависит от того, как ты планируешь ходить. Я знаю, что ты просто любитель монохул. Нет, я не любитель монохул. Нет такого в тебе принципа? Нет, мне очень нравится катамаран. Я правильно, в каких-то видео ты говорил про то, что если хочешь ходить, то надо именно монохул. Если хочешь ходить, нужен монохул. Если хочешь удобнее жить, катамаран вполне прекрасный. Просто смотри, есть многие акватории. Например, мы выходим из Панамы и идем в сторону французской Полинезии. Есть всего полтора-два месяца в году, даже месяц, наверное, когда ветер будет дуть по направлению к Галапагосам. В остальное время он будет дуть прямо ровно с Галапагос, прямо тебе в морду. И вот мы ходили, то есть это тысячу миль. У тебя такое жесткое рубилово против волны океаническое. То есть у тебя там скорость не очень. Ну там, наверное, какая-то четверка, у тебя пятерка на твоей будет или больше? Да нет, четверка где-то, даже меньше иногда может быть. Дрис Ладель Коко, там 300 миль, мы, по-моему, неделю туда шли. То есть это жесть вообще. Но если мы туда идем, то на мультихоле ты туда не дойдешь. Ты просто, я не знаю, сожжешь все, что у тебя есть топливо. Такая катамарана, жгалсы, у них там лавировочный угол за 100 градусов, куда ты пойдешь. Либо там в Эквадор такой, отруливать Панаму. Ну, короче, это полная фигня. Ну, либо на моторе фигачить. Ну, на моторе против большой океанской волны у тебя скорость будет 2, знаешь. И ты будешь вот это вот постоянно, то есть это мучение. И получается, что на катамаране тебе нужно будет ждать там 8-10 месяцев для того, чтобы ты вышел в комфортных условиях. А потом дальше, там уже нормально. То есть ты дойдешь быстрее. Но здесь ты выбираешь. Это время ты ждешь 8 месяцев и потом идешь. Или там палочку в зубы такой напрягся, дошел до голоповоза, а потом уже нормально. То есть тебе не надо эти 8 месяцев ждать. То есть если ты готов 8 месяцев там где-нибудь откисать и ждать, пока у тебя погода будет, да, катамаран в этом плане идеально. Если ты не хочешь, хочешь... Ну, просто таких мест достаточно много. То есть и тебе, особенно со сменой экватора, тебе нужно очень много тогда ждать, то есть именно подходящего сезона. Хочешь ждать, ждешь. Не хочешь ждать, нет. Жить, если, допустим, взять там Карибский бассейн, на катамаране, конечно же, лучше. Места больше, то есть шкафов для барахла больше. Осадка тузиком решается, в принципе, мощным. Ну да, опять же, там на тот же санбласт, на двухметровой глубине ты на катамаране идешь, я на свой, конечно же, туда не пойду. Я и по 3 метра не пойду, на всякий случай. Опасно, конечно, надо же потерять. Да даже не потерять, просто ударить его, знаешь, зачем это нужно. Это неправильно. Поэтому жить на катамаране, вот там ходить по Антильским островам, это просто шикарно. Если тебе нужно перемещаться и особенно не ждать сезона, конечно, катамаран для этих целей не подходит. Лучше тогда уже монохул, все же как-никак. 30 градусов, да, и все. Ну, 30 градусов он тоже не пойдет, но 40 пойдет. Ну да, вот новые технологии есть, там электромоторы, либо они все же еще достаточно сырые. То есть кто-то ставит от Тесла батареи, там усовершенствует, кто-то там даже кайт-серф, кайтинг уже есть, да? Ну, я видел, да, этот парашют выстреливает, когда он там управляет. Да, технологии уже такие, да. Но они правильными попутными курсами, конечно, против ветра они тоже будут сложные. Но суть того, что технологии не стоят на месте, правильно же? Ну, смотри, я вот смотрел себе электрический селдрайв, я думал его поставить, но пока нету емкостей батареи, которые будут это нормально обеспечивать. То есть чтобы обеспечивать там мотор, условно, 40 лошадиных сил, тебе нужен генератор там под 20 киловатт. А если у тебя там на 6 киловатт, ты вообще как на Тузике будешь ездить там с этим, с докаткой на 2,5 такой, знаешь? И подгребать еще весло. Как на этом на Вилчере такой, знаешь? Короче, не того пальто вообще. Это будет медленно, это будет, ну, плохо. Ну, как технология, ну, уже самих моторов классно, просто нету пока нормальных емкостей, которые могут, ну, нормально это все толкать. Что бы мне ни говорили, что это все есть, херня, ничего нету. Я знаю очень много людей, которые уже это попробовали и общался лично с людьми, которых уже эти системы стояли. Потому что есть даже, ну, там, в англоязычном мире блогеры, которые составили электромотор. Я там с многими знаком. Это пока не технология, я ее пока не рассматриваю. Именно из-за батареи. То есть, сам электрический мотор офигенно, вопросов нет. Ну, а батарея уже сложно. Хорошо, если мы вот говорим про тему лодок. Есть еще тема, вот я даже вчера задавал тебя по поводу траулера. Это же как бы лодки с довольно экономичными двигателями, да, тихоходы тоже относительно. Вот, но зато у них жилое пространство больше. Но это понятно, это не океанские лодки. Почему? Траулеры достаточно океанские. Ну, есть экспедиционные, там, я не знаю, но они как бы уже под деньгами размеры, да. А, скажем, вот здесь в обиходе больше такой 36, скажем, до 45 обычная. Ну, мы смотрели, мы смотрели с нашими друзьями, которые ходят на пауэрботах. Стоимость владения пауэрботом и парусной лодкой, если взять 10 лет, даже при больших расходах топлива, при всем, не отличается. То есть, она приблизительно одинаковая. Поэтому я не вижу проблем на, скажем, на траулерных лодках. Очень классное распределение пространства. То есть, 45-я, она внутри, ну, просто в два раза больше, чем монохол. Ну, да, да. То есть, это прямо сильно, в плане места, сильно лучше. Ну, и там расположение удобное, там, каюты там, каюты там. То есть, там, флайбридж, потом это гостевая каюта внутри. Это отличные лодки, мне очень нравятся. Ну, они чуть-чуть дороже будут по стоимости, естественно. Раза в два, наверное. Ну, опять же, видишь, обслуживание, то есть, если говорим, правильная смена, согласно временных определенных, там, ограничений, там, веревок, правильно, парусов. Ну, да, 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 конечно. Ригинг, мачта, это все, это все кучу денег стоит. Слушай, если люди вообще, там, мачту сломал, влепил, там, с какого-то дерева, там, я читал про карибских, там, некоторых бомжей, скажем так. Слушай, ну, из говна и палок яхтинг я не рассматриваю. Я считаю, что я делал ролик про сколько стоит эта, реально, жизнь. Есть нормальный подход. У тебя сломалась мачта, ты ее, там, окей, может быть, не меняешь, может быть, клепаешь, делаешь. Если у тебя, там, износились веревки, ты их, там, не сращиваешь из двух кусков говна, а ты берешь и покупаешь новую. И это стоит, там, окей, 400 долларов у тебя стоит веревка. И ты берешь и башляешь. Берешь и башляешь. Все, нет вариантов других. Лепить, там, из плести, из лиан. Ну, кому нравится такой яхтинг, надо бы сплететь. Это у меня в этом случае было, вот когда мы сейчас пошли на Баварии, то есть лодка не проверенная, лодка стояла долго. Да, у нее был когда-то океанский переход, но что она дальше, как, непонятно. То есть ни ванта, ничего не менялось. То есть много чего, моментов таких не обслуживалось. И когда уже ветер дует, двадцатка постоянных, ты уже напрягаешься. А когда он дует по Риме 23, 25, по 30, ты уже понимаешь, что, ну, просто если сейчас что-то ты порвешь, там, как бы... Ну, да, 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 ты встал, да. То есть и пипец тебе будет. Да ладно, если она ляжет там, эта мачта, и просто без каких-то проблем. А если она ляжет еще у кого-то, там... Ну, она может краспицей пробить корпус, например. Тоже такой вариант. Как бы и жесть, поэтому ты уже начинаешь, естественно, очковать. То есть обслуживание в этом плане. Ну, и понятны и траулеры, те же самые старые, но все же. Следующий вопрос, который, наверное, важный всем. Скажем так, я для себя выявил, что есть, скажем, таких три акватории, на которых можно существовать, не ходя в Трансатлантики. Ну, там, локально купил лодку. Да, да, да. То есть, например, это у нас Карибы. Да. Одно из классных мест. Это у нас Средиземка. И, наверное, я бы сказал что-то с Азией. Или нет, можешь подправить меня. Азия отличная для яхтинга, да? Филиппины шикарная для яхтинга. Это вот Филиппины, Таиланд. Да, 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 да. Ну, Вьетнам там чуть-чуть, только так. Малайзия, да, да, Индонезия. Малайзия вообще шикарная. Индонезия, там яхтинг такой себе. Тяжело, да, ветрами там есть тоже какие-то нюансы? И на Филиппинах тяжело. Да? Да. Малайзия, например, это дьюти-фри. Ага. И там очень дешево. То есть, там хорошие марины. Ну, это раньше было. То есть, учитывая, что сейчас после... Да, ты думаешь, что-то поменяется? Блин, ну как-то. Если в Тае ты ставишь лодку, она стоит 50 долларов в день, то в Малайзии это стоит 12 долларов с водой и электричеством. Это марины на уровень выше. То есть, это там типа Катакина Балу, там пятизвездочная, у которой там три бассейна входят в это, и там свой кинотеатр, и тренажерный зал, и там, и все это, это все входит в марину. И ресторан красивый, и там... И все за 12 баксов. И все это за 12 баксов. Так можно и жить. Можно, да. Тогда так и многие делают. И, скажем, лодки селят в Тае, потому что в Тае прикольно. Потом переезжают в Ланкави, там поднимают лодки, делают весь ремонт, покупают все детали, все. Ну, то есть, нормально. Акватория Европы, ну, понятно, Средиземка достаточно лайтова, но... Интересно, но зимой же холодно. Ну, зимой холодно, да. Вот тебе и ответ. Единственное, что только 6 месяцев, да, к сожалению, ты бери и готовься. Кариба отлично, но тоже сезон ураганов? Гренада, например, вне пояса ураганов. Ты можешь уходить там с Мартиник, который иногда, там, Сан-Винцент уже так иногда цепляет, все, что южнее, нет. То есть, там проходят тропические шторма, ну, что такое тропический шторм. Ну, тридцатку подулось, ты нормально заикарился. Да, на полсезона или буй нормальный, там, какой-то, ты его проверил, там, нырнул, посмотрел, то стой, что с тобой будет. Ну, да. Ты говорил, что ты уже прошел 100 тысяч морских мил. Это 180 тысяч километров. Это очень огромный, огромнейшее расстояние. Сколько раз экватор ты мог перейти? Нет, ну, слушай, это же, ну, вот так, и туда, и сюда, и туда. Ты знаешь, почему морские мили, а не километры? Ну-ка, поведай. Могу что-нибудь ляпнуть сейчас, как потом напишут эти хейтеры. Давай, рассказывай. 360 градусов, это шар, это, ну, вот, земля. Так. 360 каждый градус состоит из 60 минут. Одна минута, одна морская миля, все. А-а-а. Очень просто. Вот так вот, все же, ну, это большое расстояние. Есть ли у лодки ресурсы, корпуса, вот, как бы, твоя лодка с большим проблемой? Знаешь, как автомобиль, ну, сравниваешь там. Смотри, здесь же все состоит из, чем лодка, почему лодки вот ломаются. Потому что сам корпус, ну, если ты его там не ударишь, скорее всего, с ним, ну, может там какая-то быть усталость там с годами, но это неважно, оно не будет так менять. То есть, у тебя есть там двигатель, у тебя есть такелаж, у тебя есть там паруса, там, у тебя есть, ну, вот, все. Кажется, там, не знаю, АИС. Каждая система имеет свой срок службы, и она ломается. То есть, если ты ее обслуживаешь нормально. Своевременно. Своевременно, согласно там мануалу, согласно всего, то есть, оно будет работать все и очень долго. Это не как автомобиль. Это, наверное, можно сравнить с автомобилем для оффроуда. То есть, ты там где-нибудь там в какой-то квет на нем упал, у тебя там выгнуло колеса. Сколько срок службы у этого автомобиля? Ну, пришел, колеса открутил, новые поставил, там, негнутые, знаешь, там, или эти подрамники. И это что, ну, от этого автомобиля испортился? Нет, просто этот узел ты заменил. Все, и у тебя опять, как бы, нормальная система. С лодками то же самое. Агрессивная среда много чего портит, много чего ломает. Обслуживаешь, меняешь, и у тебя опять все с чистого листа обнулился. Ну, да, да, отлично. Но ты вот, как в душе, есть ли у тебя такие выражения, вот настоящий моряк, да? Есть такое у тебя вот выражение, что там, типа, суша, там, пятки жгет, или как там, я знаю, там есть некоторые моряки. Как вот ты себя видишь? Я не настоящий моряк, у меня такого нету, то есть, как это, я и сварочную масочку я на стройке нашел, знаешь, дяденька, я сварщик-то не настоящий. Так вот, у меня такого нет, просто мне нравится жить на воде, и мне нравится возможность менять локации. То есть, вот, сейчас мы стоим в Панаме, мне здесь все нравится. Да, надоело, да, надоело. Куда-то перейти, там, я приду в Картагену, а там опять прикольно, например. И буду там стоять, пока мне не надоест. И у меня нет такого, что я должен куда-то идти, мне не надо. То есть, я себе живу в том формате, в котором мне нравится. Надоело Картагена, не понравилось, неделю постоял, собрался, и нахер оттуда. Все, в другое место куда-то, которое тебе нравится. Захотел там, не знаю, пошел в Нью-Йорк там, или в Майами стал. А вот в Майами я стоял, Бэйссайд Марина, это там 150 метров от этой арены, которые там всякие там, Бейонс приезжают. И такой, вышел такой, себе пузо почесал с пивасиком, послушал концерт, такой, пошел обратно. Это прямо центр города, это сити-бизнес-директорий. То есть, это, ну... Ну да, это круто. Нравится тебе такое, стоишь там, надоело тебе такое. Идешь там на Сан-Бласт, там, поймал обезьяну и жопу вытер, блин, выкинул, и все, опять у тебя это... Все хорошо опять, знаешь. Мне вот в этом плане очень США понравится, потому что ты можешь реально практически во всех центрах города, ну там, Атлантического побережья, что, наверное, будет Тихоокеанского побережья, стоять, везде есть заливы, ты можешь прям бесплатно стоять. Или это очень дешево жить прямо в центре города, чем, например, в сравнении снимать то же самое апартаменты, жилье. Ну вот в том же Нью-Йорке, например, у них есть несколько марин, которые находятся не в Джерси, там, понятно, там, ну, лодки стоят, а прямо на Манхэттене. То есть, и ты там вышел себе, ну, там они такие на буйках стоят, то есть, это только на летний сезон. А потом ты просто уезжаешь оттуда, тебе, наверное, лето в Нью-Йорке, классно, зимой что там делать в этой холодине. Это как там фрезенборд, как их называют, да, это зимние птицы, что-то есть, канадцы переезжают, с Канады выезжают на Флориду зимовать, а потом обратно возвращаются. Ну да, 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 перелетные, перелетные. Только на лодках по каналам и все. Да, 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 только на лодках, конечно. У тебя, кстати, было опыт хождения по каналам, например, в той же самой Европе? Нет, я по каналам ни разу не ходил. Это тоже такая интересная тема, ну, это так, чисто. Нет, нет. У меня есть такого из самого сложного, я заходил в Кению под мостами, и электрическими проводами, и там прямо вот такой вот лабиринт был. И еще нужно было выбирать отливы, потому что у меня клиренс, ну, поверху, в мачте 21 метр, а клиренс моста 17 метров. И там прямо мы там... А отлив что, 3 метра, сколько там? 3,5 метра. И вот мы там шли... Это не там ты ремонтировался, когда ты причаривал? Да, 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 прямо осушался, да. Ну, туда же зайти надо было, там прямо один день или два дня в месяц ты можешь туда зайти, и все. Ну, хера себе. Потому что на спринтайде, когда, ну, когда вот там солнце, луна, все энергии идут, а и получается огромный прилив. И вот, собственно, на отливе там также заходишь под мостом, антенну сломал, потому что надела там. Дэн, 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 ну, кронштейн, ну, как бы это такое. Вот тебе и здесь. Слушай, цена захода. Как мне вот лично это всегда была вот, ну, нерозность. Я не знаю, если у тебя то, что тебе не нравится вот в яхтинге, это вот у меня было, это как раз таки парковки обычно. То есть вот именно заходы в те места, которые, акватория, которые неизвестны, это самая нервностная тема, которую ты вот причалить, нечалить. Ну, сначала так, потом, когда у тебя уже, знаешь, сложно что? Сложно, неуверенность там, если ты вот заходишь лодкой и ты ее не до конца чувствуешь, ты можешь там, ты боишься там ударить кого-то другого. Если ты лодку свою чувствуешь, хорошо, у тебя есть там, не знаю, там подрульки и все, захотел ее там на 2 сантиметра в сторону подвинул, конечно, так ты не переживаешь. Вначале, конечно, да, потому что это страшно. Потом, когда проходит время, конечно, уже ты к этому относишься очень спокойно. Ты вот постоянно путешествовал, ну вот там на кемпере, на машине, на мотоцикле, там лодкой, и ты был такой достаточно один. Сейчас ты с ребенком, ну и в принципе, я заметил, у вас немножечко разные взгляды с женой на то, как это должно быть. Ну да. Вот насколько это сейчас тяжело, насколько это тебя меняет, насколько вот ты вынужден подстраиваться, и насколько это тебе легко дается. Хороший вопрос, на самом деле это тяжело. Вообще, как бы дети это, ну, отнимает определенное количество лет жизни. То есть у нас распределение с моей женой идет 50 на 50, скажем, то есть как бы ребенок мой, поэтому, естественно, я занимаюсь и им, и там ночью встаю, там все это, то есть такие, знаешь, моменты. Потому что есть у людей, у знакомых моих там, то есть он спит, потому что он зарабатывает. То есть у нас такого нет. Вот, конечно, мы разнимся, то есть даже, я больше такой, знаешь, как мне нравится иногда там ошельничество, но мне при этом нравится иногда там движ какой-то. Мне не хватает адреналина в моих путешествиях, вот даже сейчас. Вот вроде находимся там и в Доминикане, но и не хватает там ничего. То есть хочется там взять какой-нибудь мотик там, эндуро, там полететь куда-нибудь по лесам, но я понимаю, что я не могу там это себе позволить. Либо я там тоже самое взял какую-нибудь вот разбитую бы лодку, там, скажем, завис бы там на годик здесь, там, ну я понимаю, что там моей тяжело будет находиться. Ребенок, да, там свои нюансы, то есть постоянно покормить. То есть если раньше я ехал на мотике, понимаю, я устал, там мог остановиться, разложить палатку и уснуть, то сейчас, конечно, затратная часть, это уже в разы просто увеличилось, потому что требования разные. Поэтому да, есть в этом очень большие сложности. К сожалению, приходится подстраиваться и, наверное, в этом случае как бы я очень сильно прогибаюсь. То есть и в плане вот той свободы, которая у меня была, когда я путешествовал один, конечно, уже ее не получить. Ну, семья. То есть, ну это как бы те обязанности, которые ты вместе с приобретением семьи, ты получаешь. Не, ну это цена чего-то, которую ты готов платить за там, то, что ты получил. Совершенно верно. То есть раньше я, например, себя чувствовал одиноким, сейчас я не чувствую себя одиноким, я сейчас чувствую себя с определенным грузом ответственности, которую надо этим временем нести. Вот, но когда я путешествовал один, даже вот, например, на яхте, вот у меня реально получилась такая ситуация. Я реально себя чувствовал одиноким, потому что, ну, ты пришел один там, например, где-то, то есть я искал постоянно команду, то есть мне вот, мне, ну, мне вот не хватало этого. То есть даже у меня был в итоге, наверное, один переход, когда я шел с Кубы там в Майами, когда один. А так в основном я находил, благодаря, кстати, Ютубу. Вот, там не за деньги, то есть это обычно было там, либо мы просто скидывались. Ну, просто крю. Такой, как бы, это чисто и скил людям, и там, и дешево им получалось. Вот, но, то есть я вот понимал, что вот это немного одиночество. Даже, например, когда едешь на мотоцикле, ты вроде как и свободен, но... Ну, у тебя там столько точек контроля, ты же постоянно во внимании. Да, да. Ты ездишь на расслабоне, таком вот, как, допустим, на машине, да? То есть это на машине может быть скучно. А на мотоцикле уже такие у тебя концентрации сильно больше, и ты уже типа занят. Да, да. Вот, наверное, самым был моментом, когда ты реально очень много взаимодействуешься, когда я тоже путешествовал по автостопам. Вот я по России до Таиланда автостопом доехал. То есть вот тогда ты прямо реально только что и делаешь, это ты болтаешь и болтаешь с людьми, потому что которые тебя подвозят. Ты просто вынужден, потому что это цена того, что они тебя везут. Бесплатной дороги. Ты же аниматор. Они взяли аниматора себе на проезд. Это точно. Вот, так что сейчас, конечно, немного сложнее. Сейчас приходится думать и немного менять те взгляды. То есть я все равно хочу лодку, я хочу возможности и передвижения, и путешествия, но я понимаю, что на данный момент мои финансовые возможности, а я зарабатываю только сейчас в основном на Ютубе. И то есть я понимаю, что мне вот за счет моего дохода на Ютубе, я уже не могу так путешествовать. Мне приходится замедляться, потому что раньше, ну сам понимаешь, что ты быстрее двигаешься. Ну да, тебе нужно аккумулятивный бюджет. То есть ты его, если ты стоишь на месте, ты его собираешь, если ты начинаешь движение, ты его тратишь. Все, он сразу тратится. Все, то есть ты там постоять приходится сейчас дольше, то есть время стояния увеличилось. Ну это логично, конечно. А потом, поэтому приходится придумать все время какой-нибудь контент. Ты, естественно, разочаровываешься, если вдруг какой-то контент не зашел, да, а ты там, скажем... А это очень обидно, ты делаешь такой прямо офигенный что-то такое супер. Смотришь, такой, а не, мне не нравится, а где, блядь, титры? Смотришь, и все, и ты такой, черт за хрень. То есть это уделено же много времени, правильно? И монтажу, и там, и покупки-то уже электроники, под настройки. Или там найти даже человека, уговорить какого-то интересного человека на интервью. Он такой, да нахер оно мне надо, типа не хочу. Такой, нет, не надо. Это, к сожалению, да, вот такая обидность бывает. У некоторых, наоборот, хорошо выходит, это легко, деньги, да, там, получается, на ютубе просмотры там огромнейшие, а у некоторых нет. Просто это нишевые, очень нишевые, нишевой контент. То есть яхтинг, он в принципе мало кому интересен. Ну да, да, сегмент. Это просто, когда ты путешествуешь самолетом, люди себя ассоциируют. А, окей, хорошо, я также куплю билет на самолет, вот сейчас соберу денег, полечу там, не знаю, в Таиланд, там сниму мотоцикл, и вот я делаю вот то же, что делает этот человек. А когда яхта, это нужно собрать бабло, научиться, яхтинг, куча дискомфорта, то есть это в принципе тяжело. И люди такие, себя с этим не ассоциируют, и может быть в теории хотели, но слабые, чтобы это сделать. Поэтому и как бы контент не настолько он как бы покрывает широкие аудитории. Поэтому мне кажется, это вынуждено, ну, все, что связано с яхтингом, больших просмотров иметь не будет. Это просто надо принять. То, что даже вообще тревел, тематика, она тоже достаточно узкая, потому что люди, да, мечтают многие путешествовать, но им проще включить вечером на расслабоне какой-нибудь шутливое какое-нибудь вообще там, как некоторые другие блогеры делают, как они прикалываются, там, что-нибудь кого-то подкалывают. Это пранки какие-то. Да, 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 пранки, вот эта тема заходит, либо как эти детские каналы, там, миллионники, там, все это такое, то есть у них совсем другая. Но это как раз таки тема, как можно заработать, чтобы прийти к своей цели, почему бы и нет, то есть, делая то, что люди смотрят. Нет, если ты делаешь для, ну, как бы наполняешь потребность, да, если ты формируешь рынок, там, конечно, совсем другая история. В этом и есть нюанс, наверное, когда ты все же с кем-то, ты выбираешь какой-то путь, вы должны очень быть близки вот душой к этому, к этой идее, к этой болезни, не знаю, там, есть люди, которые путешествуют, вот я смотрел это в Перу, когда я катался на мотике, люди ехали на Веспа, вдвоем делали кургосетку французы, и они возвращались уже с Ушуая, на Веспа, то есть, ну, ладно, там, она, может, 125-ка была кубов, но суть там, что это скутер, как бы это... Ну, все равно, это же скутер, это же не для фрода, это даже не для плохих дорог. То есть, в этом плане, то есть, очень круто, когда идеально. Кстати, вот в этом плане, наверное, яхтинг, это и сложный момент, то есть, у женщин, у девушек вестибулярка послабее, да, и... Нет, вестибулярке проблем нет. Не-не-не, это же вопрос времени, то есть, за неделю все привыкают, такого, чтобы кто-то не привыкал, нет. Есть, знаешь, вот такая категория людей, которые... Вот муж увлекся мотоциклами и такой, ты должна ездить, а ей, ну, нахер не надо, и она такая, пришла на эти курсы и такая, да я нет, я не буду, я не хочу, там, ну, и оно просто не надо. И тут, а человек, он такой, прямо на эмоциях, да нет, ты будешь, а вдруг там надо будет, там, а ты поедешь, а ей такой, да я не буду это ездить, ну, я вообще в упор не надо, все, то есть, и... Вполне, да, да, такая тема. Вот там, опять же, там, кайтинг, например, та же фигня, там, один едет, второй там, да не, не мое это, ну, вынужденный едет, это все страдания через такие, прямо, нервы, через все такое, и это тогда сложно. Ну, конечно, и ты не получаешь удовольствия, то есть, если ты хотел бы покататься. У меня же был, когда я купил дом на колесах, я повесил вот там сзади эндуро. Приехали мы так вот в Сочи, кстати, это у нас такая была тема. Ну, что, я думал, что я там через день буду летать на нем, ну, все же, Сочи, зиму, на зимовку. В итоге продал таки? Я продал, вот таки. Да, 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 все же. Вот, потому что в итоге я за все время, там, что мы были в Сочи, я, наверное, два раза прокатился, а потом все, то есть, как бы, ну, мне надо помогать. И то через скандалы. Да, 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 потому что ты уехал, как бы, а нам что делать, то есть, ну, и все, и ты такой, блин, ну, то есть, а ты хочешь в этой теме идти. И тут в этом очень, конечно, важный аспект, чтобы твои поддерживали в твоих начинаниях, потому что они будут толкать тебя на новые возможности. А тут получается, что у многих интерес, ну, разница. Да, да, да. И все, как бы. Я тебе скажу, обычно в яхтинге, я вот много кого встречал, и если люди приходят в яхтинг на разных, это ни к чему не приводится. Ну, либо они расходятся, либо как бы продаются яхтами. Не продается. Да? Значит, просто расходятся. Это, ну, вот, как-то вот из тех, из каких-то там вот моих знакомых, ну, даже не личных знакомых, а вообще, вот, знаешь, вот это вот инфополе, в котором я нахожусь, практически у всех так. Видишь, еще хорошая альтернатива, в принципе, может быть яхтингу, это дом на колесах. Ну, естественно, конечно, опять же, континентальное передвижение. Это может быть и яхта. На самом деле в яхтинге тоже ничего сложного нету, просто формат. Одно дело, ты постоянно рубишься, другое дело, ты просто живешь где-нибудь там на Мартиник, на Катамаране и все кайфуешь. Или там в Марину встал, но это просто, ну, на самом деле, денег. То есть, встал в Марину, ты стоишь с классной инфраструктурой, там, с кондиционерчиками, электричеством, ты вообще не видишь разницы, что ты живешь в доме, либо на своей лодке. Ну, да, да, совершенно верно. Ну, здесь есть вопрос какой-то минимального просто комфорта в лодке, ну, и, наверное, все. А что касательно того, что на многих континентах как раз-таки в глуби находится самая красота. Ты обходишь все равно территории, которые, ну, в принципе, очень похожи, например, ну, любые там. Ну, Сан-Блаз, Багамы. Ну, да, да, очень похожи на друг друга, да. Хотели побывать на Сан-Блаз или Багамах, да. А, но. Только на лодке теперь это возможно. На самом деле, ты когда куда-то идешь, ты планируешь себе маршрут. Что ты хочешь увидеть? Не обязательно туристические места. Ты готов там, можно сходить там на Сан-Блаз и стать там, где живут гуны, посмотреть, как они живут и на их там структуру, ритм там, ну, и все, что они делают. Это тоже интересно. И ты выбираешь, что ты хочешь. Это яхтинг, это возможности выбора на самом деле. Ну, да. Хочешь оставил, поехал по путешествиям. У тебя просто диапазон шире, а ты в рамках этого диапазона можешь выбрать свой формат и быть там и быть просто в комфортном. А можешь и нет, можешь там устроить всем головную боль. Ну, что, друзья, наш выпуск подошел к концу. Наконец-то мы развиртуализировались. И все-таки мир яхтенный и около яхтенный, он достаточно маленький, все друг друга знают. И люди должны, мне кажется, общаться, дружить и вообще нести в мир позитив. Однозначно. Спасибо за то, что приехал к нам. Все ссылочки будут в описании под видео. Подписывайтесь на все социальные сети, все в этом списке есть. Заходите к Максу. И на этом наш выпуск подошел к концу. Обязательно две подписки, два колокола, комментов сколько хотите, но не меньше двух на моем канале. Тысяча. Тысяча. Да-да-да. Другой тысяч. Этот колокол звонок в ринду. И до встречи уже на следующей неделе. Спасибо. Всем пока. Давай, Серега. Отлично. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!